Сейчас я все-таки хочу еще ответить по рассказам о Великой Отечественной войне. Я знаю по рассказам о последствии войны, которые коснулись меня, ну и отца, как я говорил, он там 58-го года. В 56-м году, мне было 5 лет, бабка меня привезла к своей дочери, одной из своих дочерей, которая была замужем за военным, за моим отцом. Я там пробыл неделю, потом в Венгрии началась заварушка вот эта вот, о которой это все, наверное, знают. И во Львове сбунтовались, и перешли минуты на сторону. Почти весь преподавательский и студенческий состав Львовского государственного университета на западном крае дело происходило. На всем москалям намалевали, мы жили на Первомайской улице, намалевали на дверях парадных «Красные звезды», и начались от убийства военнослужащих, наших, русских, советских. Мама получила ранение в плечо легкой, правда, чуть меня не убила, она меня на руках тащила через площадь, от шмайсера, от бедра, у тебя запрыгнуты картины, стрелял кто-то, стрелял по нам бегущему. Никого больше в огонь не было, все попрятались, а мать пошла на курс кролька шитья, она в начале курс гарнизона, и там все жены что-то шили и вязали. Она место свое брала, несколько было оставить. И получила ранение внуку, а там отсидели, забинтовали, потом отец пришел, автоматчика прислал, на третьи сутки был комендантский час, на третьи сутки появился из Москвы мой дед, который ветеран гражданской войны еще там появился, сказал, вы, Колька, так, Николай мой отец, а мать Зоя звали, говорит, вы, Колька, Зоя, можете здесь подыхать там, за что хотите, единственное, по тем людям обладательствам, я не отдам. И как-то в помощи Остав пристроил мне какой-то военный эшелон, я ничего не понимал, и доехали мы до Москвы. Дальше там происходили еще события, подолгали восстание в Венгрии, в Ольгойской области. Так что в Москве бабка с дедом, но дед первый в войну, потом из-за ТИФа был мне годен строевой, и 41-й год он встретил начальника штаба гражданской обороны, он там организовывал, туши зажигал, борьбу с десантом, ополчение. Вот и все. Мама была у меня, а у меня двое родители, так что не потомственные, никто не хотел и не мечтал быть так, жизнь распорядилась. Отец, Грушный полковник, он командир фронтовой разведки в войне, там был 58-го мать, капитан Гру, а я вот комитет госбезопасности оказался.